Криштиану Роналду 99. Лучший игрок FIFA 20. Или же все-таки нет. Сегодня мы это и выясним. Ну и также, ребята, я вам сегодня открою лайфхак, по которому вы сможете играть за арендованного Криштиану сколько угодно. Чудо не случилось, в паке он мне не выпал, за монеты, как видите, я тоже не смогу его купить. Не, ну в принципе, в теории смогу, если перейду на свой личный сайт и куплю там монетки, чтобы приобрести Криштиану Роналду. Но особой надобности нет, так как у меня состав нормик, но если вы вдруг захотите, то ссылочка на мой личный сайт с монетами будет в описании. Но это будет не простой обзор на Криштиану Роналду, это будет целое испытание для него, так как в напарниках у него будут вот такие вот ребята. Толяна Игорек в защите, старший брательник Донорумы, Феррары со скоростью 55. Также тут есть монстр с такой фамилией, как Роналду Вьера. Ну вы прикидите, Роналду и Вьера два в одном. И, внимание, футболист, от которого я просто охерел. Пацини. Олдскульные любители футбола наверняка помнят эту звезду итальянского футбола. Ну и в принципе, если вы играли в старые фифки, то вы должны помнить его информ-карточки и что с ним стало, это, конечно, просто жуть. 56 скорость, удары 68. Да, и вы просто вот подумайте, это вот его карточка из прошлых фифок, как он докатился до такого. Наверное, старость? Также есть тут такой футбик, как Дабо. Статы просто жесть. В общем-то, такой склад. Пойдемте затестим. Ну и перед этим я выебнусь перед вами своими карточками обмена. На данный момент я собрал 12 карточек. Я сейчас думаю, копить нам Вьера или Сьена, или же все-таки потратиться на Зайдорфа. Может быть, вы мне советик дадите в комментариях. Ну и сами пишите, кого будете собирать из свап-икон. Ну и сте... Я нахожусь не в самом высоком дивизионе, поэтому я сыграю в обычный классический матч. Но перед этим я даю им свою котлетку. А вот такой вот состав у моего соперника. Криштиану Роналду. 99 рейтинг. Так, сразу пощупаем его дриблинг. Да, я уже чувствую, что он стал более ловким, более быстрым. Охренеть, что это за ракета? Просто чекайте, что за ракета? Ну-ка, попробуем ударить, не получилось. Ой, сейчас мы не совершим ошибку. Ой-ой-ой, Игорь, Игорян. Так, Толян, хорош. Такое ощущение, как будто я какими-то дворовыми пацанами играю. Игорь, Толян. Но все эти пацаны из серии А, прикиньте. Ой-ой, ну вот и первый провал. Толян! Нет, Донорума не спас. 1-0. Блин, ну что я за кретин? Что за кретин, Донорума? Хорош, бро! Затащил. Опа, Криштиану Роналду. Оторвется ли от защитника? Хорош, оторвался. Ударь! Да ударь! Да что это за херня, блин? Ну я бил уже по мячу, стоит и тормозит. Так, вот этот момент. Вот, Роналду. На! Толик, хорош, выиграл. Толик, слушайте, радует меня Толик пока что. Ой, Феррари со скоростью 30. Боже мой, как же тяжело он передвигается. Ааа, Донорума, хорош. Вот он тот самый момент, когда Криштиану может доказать, что он лучший. В ближней. На! Хорош. Такие моменты Каршика с ударом 99 должна реализовывать. Да все, свалил нахер. Свалил, и Толян подчищает. Так, Роналду, хорош. Файнас. Так, ну здесь Торштегин утащил. Ну в таких моментах вообще редко залетают голы, поэтому не буду списывать на какой-то плохой удар. Вера, хорош. Слушайте, Вера меня прям радует. Пасыни. Не, ну Пасыни со своей скоростью не убежит, но он сможет сделать вот так вот. Хороший пас. И Криштиану. Блядь, да вы как они бесят эти перехваты нелепые. Бля, найс заброс. Там Феррари. И Донорума, хорош. Слушай, Донорума, вытаскивай. Так, выносим. Тише, тише. Да что за бред мне залетает? Что за херня мне залетела? Великолепная 45-я минута. Конечно, когда же еще такая херня могла залететь? Здесь я хочу вот такой финт сделать. Потом вот так вот уйти. И на нахер. Ой-ой-ой, какой гол. Какой гол хороший. И финт в тайминг. Не, ну это было шедеврально. Не, ну Криштиану, конечно, на голову чувствуется круче, чем его базовая версия. Так, сможет ли он оторваться от защитника? Давайте проверим. Пяу. Ну, смотрите. Ленгле на изи просто обгоняет Криштиана. Но это опять же, это физика игры. Ты с этим ничего не поделаешь. Игра построена так, что какая-то фора всегда есть у центральных защитников. Я думаю, наверняка вы замечали, когда условный какой-нибудь Адама Трауре не может убежать к какому-нибудь Келлине. Ну вот, когда свободное пространство есть, в принципе, Роналдо может убежать, когда ему вообще никто не мешает. Смотрите. И в дальний. Не, ну тут Торштеги не вытащил. Ага, здравствуйте. Ой, Толян отлетел. Или нет? Не отлетел. Толян, какой, какой же он крутой, ребята. Вы что, думали мы Роналдо тестим? Ни хера подобного, мы тестим Толяна. Ну отобрал же мяч. Ну отобрал. Ну что тебе нужно? Господи, боже мой. Ну почему так? Ух, потолкал, протолкал все, что можно Криштиану, но удар, конечно, такой себе получился. Так, Криро, забегай. Забегай, забегай. Давай, давай. Беги хорош Криштиану. Файнесс. Бля, ну вот. Ну вот к этому моменту есть вопросы. Уже реальные вопросы. Игрок с ударами 99 не может попасть. Ну практически пустые ворота. Давай, давай. Толкай. Толкай. Ну Криштиану, ты какого хрена? Блин, я бы всего приехал. Я в шоке. Просто он как такие два супер момента Криштиану Роналду заруинил. Я не понимаю. О, какой пас. Какой пас на Криро прошел. Пожалуйста, блядь. Спасибо. Спасибо, что хотя бы это реализовал. 4-3. Но времени мне уже ни хера не хватит на то, чтобы закомбечить. Да, 4-3. И что я могу сказать по первым ощущениям? Карточка действительно апнулась. И это прям очень сильно заметно. Он стал быстрее, сильнее. Удары стали мощнее. Но вот тот выход 1 на 1 не дает мне покоя. Ну и в целом команда нормально отыграла. То есть я не прям сокрушительно проиграл. Ну, стата примерно равная. Вы сами видите. Ну и самое главное, ребята. В классическом матче аренды не сгорают. А это значит, что вы можете играть за Криштиану 99 сколько угодно. Так что если у вас есть Криштиану Роналду и вы хотите им играть до конца FIFA, просто оставляйте его арендованную карточку хотя бы на один матч и гоняйте сколько душе угодно. Это реальный лайфхак, который работает. Да, вы не сможете поиграть с ним в бикенд-лиге, там, в Dijon Rivals, но при этом вы сможете играть в классические матчи. Я думаю, много людей играют просто в классические матчи. Не ради там какого-то прогресса, а именно ради удовольствия. Так что если вам нужен Криштиану 99 навсегда, ну вот, пожалуйста. Вот это я называю, приехали. Азар, Раш, Роналду, Зидан, Кака. Чувствую, я сейчас отлечу со скоростью света. Ну, конечно, блядь. С центра поля ударь мне. Слушайте, пока моя команда держится, Зидан бьет теперь. Я не уверен, что этот матч я даже в ничейку смогу закончить, но пока что мы держимся. Феррари. Отличный вынос, молодец. Удар, Донарума тащит. Боже мой, что происходит? Кака с мячом. Роналду бьет. И Горян спасает. Да, вот это атака сейчас у соперника была. Но, к моему счастью, пока что мы немного отлетаем. Роналду вернулся в защиту, чтобы помочь. Роналду отбирает мячи у Дека, у своего соотечественника. Роналду снова хочет ударить, но не получается. Что происходит в этом матче? Так, все. Роналду с мячом можно бежать. Здесь Хименес. Ну, смотрите, почему он не может оббежать ебаного Хименеса? Ладно, оббежал. Но это была случайность абсолютная. Роналду крутит, вертит меня тем временем. Наверное, тоже 99-й. Он очень ловкий. Перекладина. Не знаю, мне кажется, сейчас Ганди Кап в деле. Поэтому мне можно вообще не волноваться. Ничего в мои ворота не залетит. Так, ну что? Моя очередь побить. По-твоим воротам. Криштиану! Хорош! Вот так вот. Один удар, один гол. Ну, что тут скажешь. Это мастерство. Да, соперник мой сейчас, наверное, вау. Типа, смотрите, он стоит и не двигается. Криштиану! Потолкайся! Хорош! Криштиану! Какой же он хороший! Вот сейчас прям показательно было, как Криштиану может тащить в таких моментах. Так, снова прессинг пошел дикий от моего соперника. Азар бьет Феррари! Блокирует! Это страшно. Раш. Хорош! Скаглия просто уничтожает Раша и судья не свистит при этом. Здесь надо отобрать. Надо отобрать Донарума! Что же он творит в этом матче? Блядь. Ну, это все это. Это приехали, но Игорян! Игорян своим телом спасает. Тут Скаглия. Опа! Ху-ху! Просто качнул. Я не знаю, у кого... Ну, кого-то там качнулы! Пацини! Пацини, ребята, забивает. 3-0! 3-0! Пацини со своим ударом 68. Ну, соперник, тут уже фаталити. Ну, это, конечно, было забавно. Не знаю, как мне кажется, Ганди Кап на лицо. Состав просто нереальнейший. Но мой соперник проигрывает при такой стате. А это состав нашего третьего соперника. Ройс, Вернер, Харид. Так, Криштиану. На! Фу-ху! Ну, шо, ребята, это было... Это было неплохо. С левой ноги, с лету. Смотрите, как идеально все проходит. У меня просто с ума сойти. Криштиану, ну, это гол 1000%. Хату ставлю. Как же Криштиану реализуют? Это просто фантастика. Надо бы постараться перехватить. Донарума, выпрыгни! Или кто-нибудь! Вот вам и ответ. Ливандовский 1-1. И че он валяется? Донарума! Да... Ух, это забавная физика FIFA. Так. На! У-у-у! Как же хорошо летело-то! На секунду подумал, что все, это гол. Не, ну так играть, ну это че? Ну, братан, ну это красный, я бы даже сказал. Харид, у тебя горит, успокойся. Ну, хочется прям, знаете, какую красотулю забить. По типу, вот этого сейчас. На! Какой гол! Какой гол! Какая красота! Что он творит? Какой же кайф я получаю от игры за Криштиану Роналду и соперник Ливай. Ну, гг, до свидания. Next соперник, и тут снова жестейший состав. Нет, скорее всего, 1-0. Фу-ху-пу! Вот это ты зарядил, потлатый! Это тебе не американский футбол, братан. Куда ты херачишь? А этот соперник жесткий, ребята, я вам базарю. Играет он очень круто. Ах, Габелла все. Нет, не Габелла, Донарума тащит. Перк меня прям давит. Смотрите, что он делает. Да что, блин, что с этой физикой? Ребята, ну это шапито какой-то. Че за цирк? Ну, господи, боже мой. Ну, как, вот сейчас я из-за этого пропущу, да? Мне повезло, что Далгель второй раз не попадает в створ. Ох, страшно. Это было страшно. Это было очень страшно, но мы все еще держимся. Я не понимаю, как моя защита так мощно играет. Но обычно после такого пропускают, когда говорю, да, вот почему. Я только сказал, надо было молчать. Феррари. Да, что за отскоки? Ну, боже мой, ну какие дебильнейшие отскоки. Блядь, все, приехали. Не, ну тут без шансов, ребята. Тут уже все. Никакой гандикап мне не поможет. Ладно, я не сдаюсь, да. То ли еще будет. Подождите, сейчас я киберспортивную позу приму. И постараюсь что-нибудь показать. 4-0. Ну ладно, тут абсолютно по делу. Ну, вы сами понимаете, состав тут такой, что без шансов. КК Роналдо Зидан. Ясно. Ну вот это не пенальти. Найс, отскок просто прекраснейший. Ну это 1-0, скорее всего. А нет. Дана Рума. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Ну тут защита у меня улетела. И Стерлинг чуть мне красоту не кладет. Это что за физика? Это что за ультрашапогат 3000 только что был? Это игра страшнее любого хоррора. Так, Роналдо. Обгони Давида Луиза. Хорош. И в ближний. Найс. 1-0. Вот это он качнул. Вот это качнул Криштиану. Ладно, меня там толпой настигли. Очень нравятся вот его ложные замахи. Они такие плавные, маневренные, так скажем. Ну это гол, наверное, да. Это гол 1-1. Великая 44-я минута. Да, бля, ну ты серьезно. Ну я пропущу дубль, блядь. Я пропущу два голешника на 45-й минуте. Ну серьезно. Ну это обидно, что я могу сказать. Весь матч доминировал. И 44-я, 45-я получает два голешника. Да, Ван Дейк. Роналдо тебе не по зубам показал. Смотрите, что он творит. Что он творит. И удар какой-то сильный слишком получается чересчур. Толян. Кира там акробатику показывает. Фуф, Дэна Рума. Спасибо. Мяч у меня. Подкидываем. И хуярим. Ху-ху-ху. Вот это удар. А, перекладина. Блин. Такой крутой файна сейчас летел. Криштиану. Ой-ой-ой, какой же он крутой. Я просто... Я поаплодирую. Вот этот вот замах, который он делает, это просто имба. Он так быстро это делает. Не, ребята, это какой-то Next Level. Я вам базарю. Карточка просто сумасшедшая. Наверное, лучшая карточка, которая играл в FIFA 20 на данный момент. Уж точно. Если знать, как правильно его использовать, тем более в киберспортивных руках, это просто имба. Пацаны просто в анди-джике не чувствуют Роналду. Ну, это надо забивать, охренеть. Просто с ума сойти. Бля, как всегда у меня дичайшие провалы в защите. И это, скорее всего, Дэна Рума вытащит. Именно это я и хотел сказать. Так, Дэна Рума. Миштяк. Блядь! О! Роналду. Роналду вытащил этот мяч. Вроде как. Блядь. Только не на последней минуте, пожалуйста. Только не на последней минуте! Соперник забивает меня на 44-й, 45-й и 90-й. Ну, как же он хороший, блядь. Давай, Толик. Хороший навес на Криштиану нужен. Просто один хороший навес на Криштиану! Последняя минута! 4-3! О май гад! Вот это развязочка! Толян, который тащил практически в каждом матче, и Криштиану просто прыгает на 4000 километров и забивает Горешник. Вы только гляньте на эту статистику. Феррари, Игорян и Толян получили оценки круче, чем у Лиза, Ван Дейка и Уолкера. Какие же это крутые ребята! 4 отбора из 4 у Игоряна. Вьера также круто отметился 3 отбора из 5. Как же я кайфую, когда играю вот такими вот серебряными бестами, о которых никто ничего не знает. Каждый раз, когда они делают какие-то крутые вещи на поле, ты типа, вау! Ништяк! Вот это ты красава! Ну и что по итогу я могу сказать про этот сквад? Защита просто великолепная. Игорян, Толян, Феррари. Лайкусик. Донарума играл ничуть не хуже своего младшего брата. Заниола, Таба. Тоже великолепные пацаны. Вьера, Роналдо это прям пушка. Отыграл так, что от настоящего Вьера просто не отличить. Пацин я особо не забивал, но отдавал ассисты. За это ему респект. Ну и, собственно, Криштиану Роналдо, ребята. Карточка просто великолепная. Я влюбился в эту карточку, и теперь я хочу получить ее в свой состав. Бегает охерительно, берет шикарно. Дриблинг, физуха, все на уровне. Мне даже не за что прицепиться. Да, были моменты, когда он не забивал, ну, можно сказать, очевидные моменты для подобного рейтинга. В любом случае, если я этой карточкой буду играть в Викенд Лиге, то я как минимум один матч оставлю, чтобы время от времени заходить в классические матчи и играть им до бесконечности. Так что, так или иначе, эта карточка до конца FIFA 20 у меня будет в клубе, и я этому безумно рад. А если вам, ребята, понравился этот видос, то, возможно, он перерастет в рубрику. Я также буду, как Криштиану, брать какого-нибудь топчика, окружать его серебром, и буду играть там по 3-4 матча и делать какие-нибудь такие мини-обзоры рецензии. Так что, если вам эта движуха нравится, если вам нравятся такие душевные сквады, такими дешевыми аналогами топовых футболистов, ставьте лайки. Если наберете 20 тысяч лайков, я буду прям вообще доволен. Так что, ребята, все зависит только от вас. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был я, PandaFX, и всем хорошего встречи. Пока.